Привет! Я думаю вы знаете, что я люблю вносить разнообразие в свой контент. Именно поэтому спустя полгода, как обычно, я решил сделать новую часть, где 100 людей отвечают на вопросы. Только в этот раз вопросы будут очень сложные для людей с повышенным IQ. Конечно же у нас будет ведущий, которого зовут IceFox. Я ему написал где-то за 3 часа до начала видео и сказал, чтобы он составил прям очень сложные и интересные вопросы, на которые я со своими подписчиками буду сегодня отвечать. Если что, в остальном у нас всё то же самое, то есть 3 варианта ответа, и кто отвечает неверно, тот вылетает. Посмотрим, кто сегодня продержится дольше всех. Погнали! Интересно получилось. Почти все, кто зашли по ссылке, это мои сокланы. Ну ладно, я думаю всё равно сейчас где-то половина отлетит, потому что вопросы будут очень сложные. Ну, я на это надеюсь. Давайте начинать. Если что, у нас всё то же самое, то есть зелёный телепорт — это первый вариант, красный — это второй, и жёлтый — это третий. Все сидят в Дискорде, все меня слышат. Так, и давайте я буду читать вопрос от IceFox. Он мне его уже скинул. Итак, первый вопрос. Продолжите буквенный ряд. Р, Д, Т, Ч, П, Ш, С. Варианты ответа. З, В или Г? З, В или Г? Блин, я чё-то ничего не понимаю. П, Ш, С. А что дальше? Так, ну, я могу предположить, что это вариант Г? Ну, типа там звонкие, шипящие. Ну, блин, я не знаю. Интуиция подсказывает мне, что это вариант Г. Мне почему-то так кажется. Хотя, не знаю. Смотрите, сейчас будет интересно. Все выбрали разные варианты. Перебегать уже нельзя, Крафтер Ден. Так, ну что ж, левые отлетают, хорошо. И момент истины. Нет, да почему? Всё, я наигрался. Спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. Жесть, вот скажите, как за 10 секунд догадаться, что это первые буквы, названия, слов раз, два, три, там и так далее. И типа после семи идёт восемь. Восемь начинается на В, значит буква В. Это жесть просто. Как догадаться за 10 секунд? Хорошо, что это моя комната, поэтому я не вылетаю. Но остальные люди у нас меняются. Ну, а мы идём дальше. Блин, вылететь на первом вопросе. Мне ещё кто-то пишет в комментариях, что я всегда побеждаю. Что за бред? Так, идём дальше. Второй вопрос от IceFox'а. Он мне его тоже уже скинул. Итак. Братья. Годами равные, именами разные. Что это? Братья. Годами равные, именами разные. Что это? Годы, месяцы в году, дни недели. Годы, месяцы в году, дни недели. Так, ну дни недели, да, вот все пошли. Стоп, или... Не, наверное, всё-таки дни недели, да, наверное. Давайте тоже встанем. А то чё, я как отшельник буду выбирать другой вариант ответа. Так, будет прикольно, если мы сейчас все вместе отлетим. Но всё-таки мы отвечаем верно, хорошо. Но это не сложный вопрос. Ну это реально какой-то детский вопрос был. Кстати, у нас получается два человека уже продержались два раза. Неплохой результат. Посмотрим, что будет дальше. Так, и третий вопрос. Сколько месяцев в году имеют 28 дней? Сколько месяцев в году имеют 28 дней? 1, 0,5, 12. 1, 0,5, 12. Так, давайте выбираем. Я пойду последний после всех. Так, давайте, давайте. Я, наверное, знаете, я выберу вариант 12. Потому что мне кажется, что это вопрос с подвохом. И мне кажется, все должны 12 иметь 28 месяцев. Ну типа в этом суть. Но я не знаю. Ну что? Давай, Айсфокс. Ну, посередине неправильно, конечно же. Так. Да, хорошо, мы побеждаем. Отлично. А я так и знал, что это вопрос с подвохом. И все месяцы имеют 28 дней. Отлично. Кстати, по-моему, нет ни одного человека, который живет с самого начала. То есть все рано или поздно вылетают. Ну так, наверное, даже интересней, потому что вопросы очень сложные. Так, далее четвертый вопрос. У Пети в библиотеке упала книжка. Из-за шума на него посмотрело 10 глаз. Сколько людей в библиотеке? 5, 6 или 10? 5, 6 или 10? То есть 10 глаз и сколько людей в библиотеке? 5, 6 или 10? Но у меня есть одна теория. Так, сейчас вот все зайдут. Слушайте, ну по идее, по идее, если так подумать, то вот этот вот вариант ответа должен быть. Сейчас все зайдут. Я не хочу, чтобы за мной повторялись. Блин, почему никто не заходит? Что это? Никто не хочет заходить. Все, все. Так, я выберу, наверное, 6. Потому что, смотрите, 10 глаз, да, 10 глаз, это 5 человек плюс Петя. Это 6. Вроде бы. Но это не точно. Нельзя перебегать, ну куда? Куда он побежал? Нельзя перебегать уже. Серьезно? Слушайте, ну я просто гений. Решил детскую задачку. Ладно, на самом деле, мне просто повезло, идем дальше. Но остальные вылетают. Да что это такое? Я не понимаю, кто это такой, блин? Кто-то фанится? Я не знаю, или это основа? В общем, непонятно. Давайте продолжать. Ну, посмотрим, получится ли у жимых бобра сделать историю или же нет. Так, следующий вопрос. Какой он уже по счету, пятый, что ли? Так, кирпич весит 2 килограмма и полкирпича. Сколько весит кирпич? Кирпич весит 2 килограмма и полкирпича. Сколько весит кирпич? 3 килограмма, 4, 5. 3, 4, 5. Так, смотрите, 2 килограмма и полкирпича. Так, 3, что ли? 3, что ли, он весит? Или 4? Так, ну, давайте я за 3 пойду. Смотрите, ну, по идее, 3, да, он весит, то есть... Подождите, или 4, стоп. Подождите, ну, либо 3, либо 4. Никак, не 2, жимых бобра отлетает. Блин, наверное, все-таки 4. Да, блин! Я понял, я понял, в чем прикол. Там, если убираешь половину, то, типа, половинка весит 2, а весь кирпич 4. Ну, как так? Легчайшая задача была, если честно. Но вот Андрей эту задачу уже слышал. То есть, он, я так понимаю, уже знает такие задачки на логику. Возможно, что это ему сегодня поможет в видосе. Продолжаем. Очень много людей уже вылетело. Я даже не знаю, сколько уже поучаствовало. Но прям очень много. Все вылетают и вылетают. Следующий вопрос. Шестой, что ли? Так. Какое число уменьшится меньше всех, если его перевернуть? Какое число уменьшится меньше всех, если его перевернуть? 86, 66, 80. 86, 66, 80. 86, 66, 80. Так. Смотрите, если... А, я понял. Я понял. Вариант третий, да, наверное. Потому что будет 0,8. Остальные числа не увеличатся. Остальные числа не увеличатся. По идее. То есть, вот так вот. Там, если перевернуть, то будет первая девятка у других чисел. А тут 0,8. Правильно? Или нет? Что? Блин. Айсфокс, не надо так пугать, пожалуйста. Да, правильно, отлично. Ну, прикольный. Прикольный вопрос, на самом деле. Это кто? Я не понял, что это за пранк над Райаном? У него такой же ни, как у меня. Тоже голубой. Он Бравл Пасс покупал, понятно. Аааа... Я понял. Теперь у нас два Райана. Замечательно. Будем вдвоем с ним отвечать. Кстати, у нас сейчас была небольшая пауза. У ведущего там закончились вопросы. Он еще там находил какие-то новые. Так, вроде бы нашел он. Так, следующий вопрос. Как российский мультфильм, удостойный Оскара? Это Простоквашина, Винни-Пух, Старик и море. Простоквашина, Винни-Пух, Старик и море. Чего? Какой еще мультфильм? Почему вопрос про мультфильм? Ну и что? Как мы ответим? Простоквашина, Винни-Пух или Старик и море? Я не знаю. Давайте, давайте по фану сюда пойдем. Пусть будет Винни-Пух. Ну, это классный мультфильм, да? Но он должен был получить Оскар. Так, а другой Райан выбрал третий вариант. Так, это не Простоквашина, но это очевидно было. Да что такое? Опять неправильно. Все-таки значит Старик и море. Но я этого не знал. А знаете, не важно, что я уже слился раз десять, все равно я продолжаю игру. Потому что меня никто не может выгнать. Так, следующий вопрос у нас. Опять новенькие люди и следующий вопрос. На каком родном языке говорят больше всех людей в мире? Китайский, английский, российский. Китайский, английский, российский. А здесь ключевое слово родной, мне кажется. Поэтому, ну, по идее, это должен быть вариант... Ну, давайте, заходите все. Так, по идее, это должен быть вариант китайский. Ну, потому что родной язык. Если родной, то китайский. Ну, Китай, да, там... Очень много людей. Наверное, этот. Но это не точно. Да, хорошо! Триста и кью, триста и кью зарешала. Все-таки это китайский, отлично. Кстати, а почему у нас два Райана? Почему у нас два Райана? Три Райана, что три? Теперь вы знаете всю правду обо мне. Я специально подкупаю людей, чтобы они меняли себе ники. И Райан всегда побеждал в видосе. Да, вот так вот. Давайте дальше. Следующий вопрос. Какой он уже? Десятый, что ли? Сколько будет ноль в степени ноль? Ноль, минус один или один? Ноль, минус один, один. Ноль в степени ноль. Сколько это? Ноль, минус один, один. Я знаю ответ на этот вопрос. Сейчас последний Райан определится. Неправильно он определился. Это один. Потому что, ну, есть такая тема, что типа ноль в степени ноль может получиться только одним способом. И поэтому это один. Это сто процентов. Ладно, девяносто девять. Зачем так пугать? Я не понимаю, из Фокс, зачем ты так пугаешь? Ну что ж, на этом все. Я считаю, что получилось очень классно. Сегодня у нас никто не смог прям очень долго продержаться. По-моему, максимальный результат это два раза. Больше никто не смог протянуть. Ну что ж, на этом тогда все. Очень сложные вопросы сегодня у нас были. Надеюсь, что вам понравился этот ролик. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. Пока.